Всем привет! С вами Игорь. Сегодня покажу, какие я сделал рамки для своего нового проекта Солнечного коллектора. Вот они, мои рамочки. Сначала сдалека попробую снять их. Вот они. Три штучки. Получается, у меня будет три секции по метр на два. Каждая секция. Они будут стоять на фронтоне дома. Я потом покажу, где они будут стоять. И получается, у меня вот эта средняя секция, это будет самое главное. То есть, вот здесь будет снизу в ней приход воздуха. Заходить в нее. Потом он будет расходиться по вот этих каналах. в этот, в левый и в правый проходить. Ну и по центральному он тоже будет проходить. Потом сверху этот воздух, видите, тоже там, да, отверстия вырезаны. Он будет вот так вот седую выходить из этого коллектора. В этот основной, центральный и так же сама с левого и справа. Вот. Такие вот отверстия у меня в левом и в правом секции коллектора. И тут уже будет вот по центру труба с той стороны, с задней стороны. Там у меня как раз двери на фронтоне такие некрасивые уже выгорели они на солнце. И как раз этот коллектор закроет эти двери. Вот. Как оно будет устройство моего коллектора? Оцинковка вот так вот станет. На вот эти рейки, на вот эту вот перемычку, вот эту центральную, станет оцинковка. Вот так вот. Без этой перемычки никак. Она и держит эту доску, потому что доска двухметровая, она как бы может когда-нибудь сыграть куда-то. Вправо или влево. Эта перемычка ей не даст никуда. Ни внутрь, ни нанаружу. Вот. И на эти рейки ляжет лист оцинковки. Метр на два. Вот так вот он ляжет. Под ним тоже вот эти вот каналы, по ним тоже будет циркулировать воздух. То есть воздух будет омывать лист оцинковки и с передней части от поликарбоната и с задней от утеплителя. А с этой стороны вот с этой вот сюда вот так вот. Ну это я так оцинковкой просто показываю. То есть вот вот сюда вот встанет утеплитель. Это пенопласт с DWP сэндвич такой. Приклею я его вот сюда вот в эту четверть. По всему кругу тоже есть рейка. Он как раз сюда встанет. Потому что сам пенопласт он не экологичный. вот. Вот. А само DWP это не утеплитель. Плохой утеплитель. А вместе я его склею пенопласт с DWP и будет и экологично и тепло и относительно недорого. Вот. Отсюда будет утеплитель. Отсюда оцинковка. Тут еще потом будет рейка. Тоже по всему периметру рамки. она прижмет эту оцинковку к этой рейке. То есть ну оцинковка она будет крепиться не жестко. Тут саморезами я не буду крепить, потому что она будет расширяться температурой. Тут разница температур довольно будет значительная. Радусов ну если ночью например минус 20 будет а днем там солнце и тут может подниматься температура и до 50 и до 40 40 50 градусов то эта разница получается будет где-то градусов 60 то может быть даже и больше. Поэтому оцинковка будет тут довольно сильно соваться. И впускай она себя между этими рейками. Прикреплю ее только вот здесь по центру может быть на двух саморезах и то такие отверстия будут больше самого самореза чтобы она двигалась туда-сюда и не бухкала при нагревании или охлаждении вот ну и потом это рейкой прижмется оцинковка вот так она станет как я уже показывал здесь будет еще одна рейка только не такая толстая это 2х3 а тут будет она тоже широкая но тоньше где-то полтора сантиметра может быть и сантиметр еще не знаю и на нее уже ляжет поликарбонат то есть он тоже ляжет здесь в четверть как бы внутрь этой рамки и на следующую рейку вот вот такая вот конструктив моего коллектора вот как я уже говорил в первом видео будет лучше я думаю если будет воздух проходить так вот и за оцинковкой и перед ней будет кпд как бы коллектора я думаю будет больше так как воздух который будет за оцинковкой проходить он вообще остывать не должен потому что там будет утеплитель хороший с передней стороны горячая металл тут потери никаких не должно быть в той части коллектора в передней это где воздух будет перед оцинковкой проходить тут будут потери так как поликарбонат он все таки какой бы он ни был там четырех камерный у меня и я показывал его в первом видео кстати я ссылку оставлю кто первый раз только смотрит мои видео ссылку оставлю на плейлист там где солнечный коллектор у меня весь будет там уже несколько видео есть о в передней камере все таки потери будут так как поликарбонат таки будет терять тепло немного вот немного будет да а в задней камере этих потерь думаю не будет поэтому в целом кпд коллектора должно увеличиться вот плюс еще само листа температура должна упасть так как он с двух сторон будет охлаждаться и поэтому тоже кпд должно вырасти так как вообще идея в идеале в идеале должно быть температура в коллекторе не намного выше температуры в доме ну там на несколько градусов если выше там например 2 3 4 ну 5 это будет самый максимальный кпд солнечного коллектора если тут будет достигать температура 50 60 градусов и больше это уже кпд будет резко падать так как этот поликарбонат будет терять тепло чем больше разница между внутренней температурой воздуха в коллекторе и наружной тем больше ниже у нас кпд вот поэтому на это надо обратить внимание чтобы трубы вентиляторы все было нормального диаметра вот ну вот эти вот проходы вроде бы я достаточно сделал кстати вот если приложить оцинковку то вот так вот она будет выглядеть получается камера как бы делится пополам и там и там будет проходить воздух вот и так как она пополам будет разделена точно пополам то воздух объем воздуха должен проходить одинаковый что спереду оцинковки что сзади не ну я так думаю что так должно быть вот вот такие рамочки у меня получились если у кого-то есть какие-то советы там мысли конструктивные по улучшению чего-то там пишите в комментариях что вы про это все думаете вот в следующем видео уже буду клеить утеплитель с задней стенки начну сзаду с задней стенки утеплитель там пенопласт ДВП оно вместе сюда вклеится на пене думаю на монтажной пене не монтажная точнее клей пена которая мало расширяется оно тут тоже за пеню буду показывать потом как это все будет делать потом ставлю оцинковку сюда вот прокрашу ее черной краской селективной специальной для солнечных коллекторов потом уже опять реечка я уже говорил прижмет эту оцинковку и поликарбонат вот такой вот конструкция моего коллектора вот ну большой довольно таки дан думаю что большой делать как бы целесообразно и выгодно ну смысл играться там сделаю например бы сделал одну секцию вот такую метр на два ну это что там с нее возьмешь зимой и так солнца нет с этой секции что-то давало конечно но это было бы совсем незначительно вообще цель моего коллектора это помощь основному отоплению основное отопление это у меня тепловой насос там самодельный кто не видел тоже оставлю наверное ссылку на плейлист самодельный тепловой в принципе он мой тепловой насос может закрыть все потребности по отоплению дома и ГВС моего дома вот полностью но дело в том что у нас осенью дорожает электроэнергия вот я так понял они собираются довести ее примерно до европейских цен а это около 4 гривен за киловатт поэтому тепловой насос как бы ну будет все равно выгодно эксплуатировать конечно потому что подорожает тогда и все остальное и газы и дрова если свет подорожает все равно он будет выгоден вот но если я сейчас например плачу за тепловой насос там ну 350-400 гривен в месяц это у меня все там и отопление и все потребление дома в смысле весь свет за месяц то тогда будет 700-800 гривен в месяц после подорожания а это уже как бы не очень интересно а вот коллектор будет ему помогать основному так сказать отоплению ну так вспомогательное обогрев помощь если днем он будет даже не включаться тепловой насос это уже будет очень хорошо благодаря этому коллектору ладненько все пишите в комментариях какие-то советы интересные все там что вы думаете об этом всем всем пока до следующих видео